Нелегальных перевозчиков ждут штрафы до 300 тысяч рублей. Первые судебные разбирательства с взысканием таких сумм пройдут уже на следующей неделе. Пока же с нарушителями новых положений федерального закона о пассажирских перевозках, которые вступили в силу с июля этого года, продолжают вести разъяснительную работу. Помогает ли, расскажет Дмитрий Куканас. Качество бумаги, цифры, водяные знаки, цифры выбиты. Траву проедите по цифрам. Инспектор автодорожного надзора на ощупь отличит подлинную маршрутную карту от поддельной. Впрочем, подсунуть проверяющим цветную ксерокопию решаются немногие. С 15 июля, когда каждый водитель маршрутки стал обязан иметь при себе оригинал документа, таких эпизодов единицы. Некоторые областные маршруты удалось очистить от нелегалов полностью. По таким направлениям, как Ростовка, Богословка, Сосновская и иные направления, перевозчики свою деятельность прекратили. По некоторым направлениям в настоящее время они эвалируют свою деятельность под видом заказных перевозок, под видом легкового такси. Но требования к такого рода перевозкам тоже серьезные. И выявить нарушителя не составляет труда. Он ездит по заказу, поэтому должен быть дограф от Тавани, обязательно выйти. И стоять обязательно должен быть тахограф. Тахограф отсутствует, сейчас будет составлен протокол. Вывести из тени удалось не только областные, но и некоторые городские маршруты. Недобросовестные перевозчики уходят с рынка. А в городском департаменте намерены продолжить реорганизацию сети коммерческих пассажирских перевозок. Убрать дублирующиеся маршруты и увеличить количество тех, кто будет возить по регулируемому тарифу. С сохранением льгот, проездных и школьных билетов. В независимом профсоюзе перевозчиков считают, что при оптимизации пострадают те, кто честно выполнил все условия, выиграл конкурс и настроился на многолетнюю работу, взяв дорогие микроавтобусы в кредит. Компромисс надо искать. Наша администрация, то есть департамент транспорта, этот компромисс решила, думаю, что вообще не искать. Она просто посмотрела, где параллельно есть маршруты. Прошли эти конкурсы, маршруты не прошли. Они мешают муниципальному транспорту, мешают каким-то другим перевозчикам, ну, по их мнению, более достойным. И просто розчерком пера, вот они сделали такой вот реестр, вот такой документ планирования. Теперь перевозчики, чьи маршруты будут сокращены в январе, намерены прийти к компромиссу в суде. Дмитрий Куканус, Дмитрий Головко. Новости здесь, Омск.